Здравствуйте, меня зовут Екатерина Боровик-Пенкова и сегодня я веду вебинар авторский на тему метафорические ассоциативные карты в телесно-ориентированной психотерапии вот и телесную терапию очень люблю метафорические карты вот решила совместить потому что в практике применяю хочу поделиться с вами и быть полезной в этом вопросе о том что сегодня будет сегодня будет про основы телесно-ориентированной психотерапии про что такое телесном метафора в работе психолога про колоды ок персона тандус сага коп и как работать с метафорическими ассоциативными картами в телесно-ориентированной психотерапии и ответы конечно на ваши вопросы по длительности возможно вебинар будет полтора часа возможно два часа может быть мы еще немножко задержимся ввиду над на данную тему вебинар первый раз материала много но постараюсь и не перезагрузить вас и чтобы у вас тоже на себе вы почувствовали результат эффект потому что будет очень много практик которые вы сможете применять и для себя и в своей практике в работе с клиентами если есть здесь психологи но вебинар был объявлен для психологов но если вы даже не психолог то тоже будет очень интересно я надеюсь на это вот хорошо кто меня знает можете поставить плюсик кто не знает поставьте пожалуйста единичку я часто веду вебинары в вебинарах вебинары о телесной метафоре вебинары вот про то как как заниматься продвижением психологом психолог для психологов вебинары виду тоже в общем моя тема это и психология психотерапия телесная специализация и вебинар совмещаю да не стала для себя выбирать или телесной терапией заниматься или вебинары вести решила вести вебинары на тему телесно-ориентированной терапии и таким образом как говорится не произошло у меня конфликта внутреннего я в гармонии ну и дело то что люблю это что умею обучалась на психолога еще 2000 2000 год 2005 дальше прошло очень много специализации по телесной терапии почему да могу сегодня вещать на эту тему и по биоэнергетике и лоуна и райха изучала бы аделлы фельдин край с гипнотерапии тоже занималась именно не гипноз а гипнотерапия да также знакома с жаном бекки о терапии активации сознания вот мне очень тоже нравится эта тема потому что там очень много работы с метафорами также обучалась и обучаюсь и сотрудничаю с виктория голобородовой про метафорические ассоциативные карты у нее очень много тоже вебинаров мастер-классов гештальтерапия первую ступень закончила собираюсь продолжать тоже ну и в принципе активный такой участник мастер-классов групп организую занимаюсь до организации в виду и надеюсь тоже быть вам полезно возможно как личный психолог сегодня расскажу что и что я делаю как работаю вот есть все документы и фотографии напишите пожалуйста в чате из каких вы городов чем вы занимаетесь и почему интересен данный вебинар чтобы мне было более понятно да если может быть телесные терапевты до практики может быть гештальтерапевта может быть арт-терапевта может быть студенты может быть вы преподаете может быть вы обучаете тоже через вебинары поделитесь пожалуйста в чате чтобы мы познакомились с коллегами у нас шестьдесят пять человек сейчас на связи и я думаю что будет вам тоже интересно поделиться опытом психолог адыгея работу с проблемой веса лена пишет психолог москва гештальтерапевт наталья москва психолог против практику и телесно-ориентированную психотерапию отлично психолог войсковой части до обучаясь дештальтерапии интеграция интересно топ все нравится эффективно да здорово ольга понимаю работаете с маг мария вижу запорожье психолог преподаватель работаю с маг психолог педагог алекс могилёв психолог киев психолог интересен интересно телесно-ориентированная терапия для себя для работы частная практика детьми с родителями украина италия самообразование для себя хорошо не на москва интересно психосоматика супер у нас скоро будет тоже по психосоматике вебинар мак используя мало хочу больше хорошо здорово видите какие молодцы массажист тоже супер новую информацию практику и маг хорошо я расскажу основы некоторые про телесную терапию да потому что может быть кто-то не знает кто с маком работает может быть из психологов тоже теории будет немножко да вот практик тоже очень сегодня очень много будет поэтому обязательно но подведу дать через теоретический материал к практикам что такое телесная терапия это направление психотерапии работать с проблемами неврозами клиентов через процедуры телесного контакта начало до телесной психотерапии положил вильгельм райха это ученик зигмунда фрейта и он отошел от психоанализа и основное внимание уделил конечно воздействие на тело дальше продолжила работы продолжили и до роль до основательница рольфинга дальше бойсян бодинамика александр франц александр и розы да тоже кто не читал почитать пожалуйста я вот приобрела книги супер очень интересно если получится обучение пройти тоже розы метод шикаре вот она через присутствие вот просто прикосновение чудеса до происходит лоуэн мой любимый лоуэн биоэнергетический анализ и в россии к телесно-ориентированной психотерапии еще принято относить конечно метод фельдинг-райса кто знаком может быть кто обучался кто нет поставьте минус кто да поставьте плюс может быть вы проходили специализацию по какому-то направлению тоже поделитесь пожалуйста очень интересно может быть что вам ближе до какие-то техники лоуэна или райха да есть вижу плюсики минус хорошо что вообще с чем работает психотерапия телесная да и про что это к потере контакта с телом что приводит приводит любого рода насилия на если это физическая эмоциональная психологическая ранние детские болезни а трудные роды врожденные дефекты очень много работаем когда есть память рождения у каждого человека и через телесную терапию до можно заново так сказать до родиться ощутить новый опыт прожить до прожить и решить эти тоже детские какие-то травмы которые произошли при родах дальше плохие ранние объектные отношения возможны детско-родительские неадекватные нарушения неадекватные или нарушения границ до в отношениях членов семьи как правило также критика чувства стыда если родители проецируют или на ребенка да они сами были не в согласии не в ладах со своим телом и эти чувства но также могли передавать и отвержение тела до чрезмерно чрезмерный контроль и родителям до что не одевать что не обувать а это можно носить это нельзя а там еще какие-то запреты да или наоборот слишком раскрепощенные семьи там или раздеваться можно или нельзя раздеваться но вот это все на самом деле влияет потом на дальнейшее формирование тела восприятия и ну возможны внутренние конфликты и дальше когда обесценивание до чувственности тела потребности тела самой телесности самая основа фундамент восприятия внешнего мира и внутренних переживаний и возможно опыт катастроф аварии стихийных бедствий войны тоже тело все помнит на память тела она такая очень запоминает мы можем простить отпустить но в теле если прикоснуться до какой-то части тела а вот или вот элементарно если терапевт подойдет и руки терапевт положил на плечи сзади до клиенту то это уже может вызвать в памяти воспоминания и рыдания как вариант или какой-то да как какая-то ситуация вспоминается и с этим уже можно работать ничего более да мы вот тоже на группе мы когда так работаем просто в группе там по парам и положили ручки на плечи сзади и все поднимается очень большой большая база до каких-то эмоций переживания возможен травм но здесь вот важно конечно иметь подготовку работать с этим ну то есть телесной терапия на очень глубокая и в каких случаях помогает еще дать лесной терапии если сильный стресс возможно до утрата развод расставания другие всевозможные жизненные ситуации конфликт паре или в семье трудности в карьере плохое настроение апатия бессонный беспокойный сон до плаксивость депрессии ну непонятные такие ситуации потеря смысла жизни страх навязчивые тревожные мысли агрессия раздражительность сюда же идет гнев до частые простуды продолжительные заболевания и возможно мы все знаем что не все но психосоматика да то есть тоже работает и здесь телесная терапия прекрасно с этим справляется тоже очень много есть по этому поводу техник методов поэтому что указанная задача психолога до телесного это определить какие внутренние проблемы мешают клиенту в полной мере наслаждаться жизнью человеку да когда он к нам приходит и как клиенту слаб свободно владеть своим телом но я заметила из своей практике что 90 процентов моих клиентов психологи психологи а гестант терапевты психоаналитики вот почему потому что мы в первую очередь сами тоже понимаем насколько важно для нас быть в теле быть центрированными быть заземленными соблюдать границы до точнее работать границы правильно выстраивать границы так и в семье семье как в отношениях так и со своими клиентами и конечно контейнирование да то есть конечно это важно все для клиента и мы про это работа на сегодня будет также мы будем ориентироваться и на себя как на людей помогающих профессии да потому что я тоже замечаю и вижу что насколько много не проработанных психологов вот с точки зрения телесности да потому что если например вот часто ко мне ходят гештальтерапевты почему потому что очень много про чувства да а телесная терапия помогает про ощущение часто ходят психоаналитики потому что что там очень много анализа да и меньше телесной терапии и телесные терапии психолог психолог понимает и если мы клиенту не всегда можем например дотронуться даже для этого нужен нужно пройти определенный этап договориться больше времени нужно для того чтобы начать какие-то техники с прикосновением работы до доверия важно но простраивать контакт при контакте это мы понимаем то с психологом все это немножко происходит быстрее потому что мы сами до постоянно на группах на классах на больше доверия в плане и конечно здесь нам ну понятнее работать друг 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 с другом и какие-то уже базовые понятия не не обязательно объясняют да то есть мы уже понимаем что действительно это важно кто со мной согласен поставьте пожалуйста плюсик то может быть наблюдал да может быть сам себя замечает что хорошо бы проработать конечно свое тело возможно видите про своих коллег тоже что не мешало бы да там заняться и тоже обратить внимание на свои вот границы на свое центрирование на то что например вот контейнерование мне очень нравится эта способность к выдерживанию различных видов психической энергии да таких как эмоции напряжения импульсы да и многое другое что важно научиться их принимать и выражать не разрушая окружающих вместо того чтобы делать вид что их вовсе нет даже в процессе на сессиях очень часто происходит это да там возможно агрессия поднимается еще какие-то эмоции тоже с этим совсем работает телесная терапия и базу это узнать основные понятия дальше конечно уже идти можно вглубь и этим этим прекрасно пользоваться вас в осознанности в осознанности поэтому у каждого психолога вот знаете так как свой телесный психолог я вот это хочу донести в массы так сказать придать ценность этому если психоаналитик то лучше там ходить не психоаналитику возможно к телесному психологу ли гештальтерапевту есть и гештальтерапевт тоже возможно походить психоаналитику к телесному терапию то да да супервизор конечно Ну и супервизор, это же про работу терапевта с клиентом, ну и здесь опять же мы возвращаемся к себе же, к родным, к своим вопросам. И не всегда, например, как для работы с клиентами, иногда выносятся свои вопросы изначально на обсуждение, не как следствие сессии, а просто как жизненно важный какой-то вопрос. Итак, напишите, пожалуйста, здесь и сейчас, давайте мы сейчас с вами продиагностируем боли. Смотрите, 0%, да, это сейчас у вас нет совершенно боли, пока послушайте меня, потом сделаем, да, я сейчас все расскажу, технику, эту практику. Смотрите, если в вашем сейчас теле, только честными с собой, это не для меня нужно, это только для вас, если есть сейчас боли в теле от 0 до 100, вы отмечаете, например, там 10, да, грубо говоря, усталость, там 50, например, или 60, напряжение, почувствовали где-то, тоже циферку написали, неприятие тела, это в целом, насколько вы не принимаете свое тело, 0, то есть вы принимаете, 100% вообще не принимаете. 50, ну, как бы, 50 на 50, да, комплексы, да, если есть комплексы, ощущаете, вы их чувствуете, не проработали, так сказать, тоже напишите от 0 до 100. Да, неприятные эмоции, вот в данный, может быть, момент, вот какая-то жизненная ситуация, эти несколько дней у вас, груз, переживания, злость от 0 до 100, беспокоит большой вес или маленький вес, да, 0, это вообще не беспокоит, то есть все в норме, и 100, это очень беспокоит. И вам нужно посчитать общий процент, точнее, можете написать в чате, например, так, там 20 плюс 40 плюс 50 плюс 0 плюс 10 плюс 100, ну, вот все, да, там, и равно, например, там, грубо говоря, 350 получилось. И вот все сейчас попробуйте так посчитать и напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чате общую цифру, ну, или вашу линейку, да, которая у вас получится. Вот сейчас мы сделаем такую первичную диагностику, как в начале вебинара вашу, да, и в завершении вебинара посмотрим, какой получился результат и эффект за это же время, чтобы вы тоже могли узнать, насколько вы время провели для себя качественно и результативно или нет. Ольга только 20 написала, и все. У кого еще что есть? 100 в сумме. Ангина только 80. И остальные, да, вот тоже показатели, если есть, тоже можете заполнить. Вот, 105, 60. Я вела вебинар по телесной метафоре, да, по лишнему весу, и там, да, там где-то порядка от 250. Так, вижу и выше. Света 270, Юля у нас 80, Галина 160, Нина 220, вижу Людмила 103. И запишите себе эти цифры, чтобы они у вас сохранились. Ага, Катя, нужно посчитать все, теперь сложить. Я, конечно, могу, но не так быстро. Тоже сложите все в сумме. Ирина, вижу. Евгений, хорошо. 360, Оксана, да, вижу. Марта 240. Окей. И сейчас замрите в том состоянии, в котором вы сейчас есть, в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Просто дышите, но замрите. Перестаньте шевелить руками, ногами, головой, глазами. И просто побудьте в этом состоянии, ничего не делая. Попробуйте глаза закрыть сейчас. Просто закройте глаза в этом состоянии. И заметьте, в теле три глагола. Три глагола, которые вам приходят первые ассоциации на ум. Вы замерли. И заметьте, три глагола, которые пришли сейчас к вам в вашем теле. Может быть, не получается глагол, напишите три слова. Да, там, вот те, которые произошли. Но лучше, если первые пришли, тогда глаголы. Дышите. Пока вот в таком же состоянии продолжайте находиться. Наблюдайте полностью от кончиков пальчиков на ногах и до макушки головы. Три глагола, которые сейчас в вашем теле происходят. Напишите их, пожалуйста, в чате. Напишите их, пожалуйста, в чате. И подумайте, про что это сейчас в вашей жизни. Что сейчас у вас давит, жжет, опускается. Что давит, тянет дышать, лежать, спать. Жмет, напрягает. Про что это вообще в целом в вашей жизни. Возможно, про какую-то ситуацию, возможно, про отношения, возможно, про какого-то человека, возможно, про какое-то дело, возможно, про какое-то событие. Попробуйте связать, да, поиграть с этими сейчас глаголами, про что это сейчас в вашей жизни. Про что у вас, Татьяна, замирать, наблюдать, наслаждаться. Про что у вас, Татьяна, плыть, расслабиться, нырнуть. Возможно, кого-то про отпуск, возможно, у кого-то про какую-то работу. Пересесть, открыть. И попробуйте сделать сейчас то, что кому-то тело попросило, да, там, пересесть, да, поменять отношения. Вот видите, в какой-то момент вы просто замерли, а в вашем теле ли такое происходит? За 30 секунд и головокружение, и шумит, и щекочет, и давит, и напряжение, и движение. И сейчас сделайте для своего тела комфорт. Попробуйте услышать свое тело и разместитесь так, как вам удобно. Можете лечь, можете сесть, можете взять одеяло, можете все, что угодно. Это ваше тело, и сделайте так, как ему сейчас комфортно. И после этого мы продолжаем вебинар, чтобы вы не были в таком состоянии напряженном, чтобы вам ничего не давило, не мешало. И для себя еще отметьте, да, с какой ситуацией связаны эти глаголы. Потому что наше тело уже с нами говорит, да, уже с нами говорит. И это не настоящая, да, вот, это мгновенная осознанность, но она про какую-то жизненную ситуацию. Попробуйте сейчас для себя, может быть, даже обратить на это внимание и, ну, заметить или разобрать, да. Вот. Возможно, это связано с вебинаром, да, там. А верить, слушать, расслабиться. А возможно, это с каким-то человеком связано, да, может быть, с мужчиной. Верить, слушать его, расслабиться с ним. Да, Света? Как вариант. Это ваши могут быть здесь ассоциации. Вот. И попросту попробуйте, да, для себя посмотреть. И мы, это вот первая такая практика у нас с вами только что была. Точнее, вторая, первая, мы посмотрели проценты, каждый для себя определил. Следующее, это глаголы, когда мы начинаем слышать свое тело. Попробуйте замирать в метро, когда вы едете. Попробуйте замирать на рабочем месте. В отношениях, когда в ресторане, например, замирать и ощутить свое тело. Это очень важно и очень много дает подсказок. Например, вы пришли в кинотеатр, вам фильм не нравится, да, но вы сидите там, терпите. А когда вы начинаете замечать про себя, про свое тело, эти там глаголы, да, или вы тогда встаете и делаете, принимаете свое решение. И перестаете, ну, терпеть, да, потому что очень много в жизни таких ситуаций. Расслабились, поменяли место. Посмотрите, напишите плюсик, да, и мы поедем дальше. Да, запись обязательно будет. У нас сейчас в эфире 102 человека, и мы вам всем запись отправим, кто зарегистрировался на e-mail. Теперь сделайте глубокий вдох, выдох и поехали дальше. На протяжении жизни наши невысказанные желания и вот эти вот сдержанные эмоции, они блокируются в теле, да, то есть чувства подавляются, формируется мышечный панцирь. Кто что-либо слышал или знает про мышечный панцирь, поставьте, пожалуйста, единичку в чате. Кто не знает, не слышит, поставьте двоечку в чате. Про мышечный панцирь, мускульный панцирь его называют, мышечный панцирь. Отлично, точно психологи все. Да, Райх, вот очень люблю. Да, это мышечные зажимы. Панцирь – это тело человека, которое перекорежено, грубо говоря, этими семью блоками, где больше, где меньше. И это и про глаза, и про рот, и про челюсть, и про шею, и про грудь, и про диафрагму, и про живот, и про таз. И нам важно постоянно с этим работать, да. То есть постоянно, ну, эти панцири мышечные, не только ходить на массаж, что физически прорабатывается, но и также через телесную терапию работать с этим. Мы с вами поработаем с каждым мышечным панцирем на следующем вебинаре 20 июня, и вернемся к этой теме. Именно не только знать важно, но и применять это на практике. Вот я когда тоже поняла, что теория хорошо, но когда я становлюсь и делаю заземление, да, когда я работаю со своими опорами, когда я работаю со своими челюстными зажимами, то жизнь начинает радовать еще больше. Поэтому сейчас у нас следующая с вами будет практика, и мы с вами постепенно будем уже подходить к картам, ну, пока вот про тело, да, чтобы вы почувствовали, как на самом деле это важно. Посмотрите на территорию, в которой вы в данный момент находитесь. Почувствуйте эту территорию, почувствуйте ее нюансы, то, что происходит вокруг вас, та комната, то место, да, вы вначале разместили себя удобно после того, как вы, ну, некоторые из вас увидели, что есть напряжение, есть зажимы, есть какие-то неприятные ощущения. А теперь внешнюю, посмотрите, то, что вас окружает, та территория, что находится вокруг вас. Насколько вам удобно и комфортно, насколько расслаблено ваше тело и где есть напряжение. Замечайте, да, я сейчас буду говорить, а вы замечайте. Расслаблено и где есть напряжение. Включайте свое дыхание, начинайте чувствовать вдох и выдох. Заметьте свою шею, да, как вы ее ощущаете, ступни, руки. Обратите внимание на свои плечи, спина. Что с вами происходит в данный момент, да, когда вы не только внутри себя ощущаете свое тело, но и внешнее пространство. Хочется ли вам потянуться, подвинуться. Попробуйте еще пойти за своим телом уже в этом пространстве. И если что-то можно сделать лучше в данный момент, еще раз улучшите и еще раз позаботьтесь о себе. И напишите, пожалуйста, в чате ассоциацию. Ну, так как у нас даже сейчас метафора, да, про, ну, тема про метафору. Напишите метафору, которую вы сейчас чувствуете в окружении в своем пространстве, да, в том месте, где вы сейчас находитесь. Попробуйте перейти на метафорический язык. Напишите сейчас метафору в чате. И вы заметите, что это упражнение тоже очень важно делать, когда мы работаем с клиентами. Насколько мы себя ощущаем в теле рядом с клиентами. Как мы сидим, как мы работаем, насколько напряжены, да. И насколько нам комфортно в кабинете работать, да, с этим, с этой мебелью, с этими стенами, с этой кушеткой. Вот. И это все, естественно, влияет тоже на процесс и на результат терапии. Евгений написал. Иван Дрикой. У кого еще какие есть метафоры по поводу ощущения своего пространства? Расстегнутая застежка в норе. И как вам с этими метафорами, да, Евгений? Как вам, насколько вам комфортно или некомфортно? Мария, Ольга, Ольга. Тоже в норе. Летний сад. Кролик из Винни-Пуха. Хозяйка Медной горы. Ачах, Карнавал. Морская ракушка. На прошлом вебинаре у нас был такой хаос, мусор. Сейчас я смотрю, так гаите. Прекрасно. Жемчужина ракушки, рекра, перекрытая деревом. И для себя просто отметьте, что вам хотелось бы, да, вот, дополнить, либо поменять. И насколько вам, вас устраивает ваша метафора, насколько вам комфортно, да, засуха. И здесь тоже можно идти глубже. То есть через метафору мы можем и работать, естественно, с клиентом, да, когда мы с ним разговариваем на этом языке. Насколько ему, насколько он ощущает это пространство, свое тело. Ну, дальше, конечно, мы можем идти, да, что бы хотелось сделать и так далее. Психотерапевтические метафоры – это сообщение, да, информация, которая исходит от пациента или психотерапевта, представленная в терминах, то есть символическая форма. Метафора – это средство разговора о глубинных сторонах человеческой психики. Мне очень нравится, да, вот, как глубоко можно пойти, как из бессознательного, да, работать и привести это в сознание. И если телесная метафора, вот, два автора, это говорят, что это установление нового смыслового соответствия по каким-либо определенным признакам между двумя различными содержаниями, хотя бы одно из которых представлено в телесном выражении. Часто на сессиях, и вы это тоже знаете, практики, ком в горле, да, бабочки в животе, у кого есть такое в практике, тоже можете поставить плюсики, и как с этим дальше работать, да, то есть уже можно развивать, какой ком, какого размера, сколько весит, какого цвета, да, что он там делает, мешает или помогает этот ком, как он там появился, что бы хотелось с этим делать. Вот я очень много работаю именно с телесной метафорой, ну, вот через телесную метафору с телесными симптомами, и тем самым мы выходим на психологические причины, да, того, что происходит. Сейчас следующая практика, сразу, чтобы мы с вами поработали тоже. Какой образ приходит вам на ум, когда вы думаете о своем теле? Напишите, пожалуйста, в чате, уважаемые коллеги и гости вебинара. Какой образ приходит вам на ум, когда вы думаете о своем теле? Ага, лебедь, вишневый кисель, стеклянная статуя, балерина, шар в пустыне. А теперь с какими эмоциями и чувствами ассоциируется этот образ у вас? План, дерево, меч, лоза, дырявая корзина, гусеница, курица. Видите, сколько уже запросов на самом деле на терапию, на работу. Как из этого мы можем идти дальше? С какими эмоциями и чувствами ассоциируется этот образ у вас? Напишите, пожалуйста, в чате. Нравится или не нравится вам этот образ? Комфортно ли вам в этом образе или нет? Пончик, нравится, естественно, нравится, легкость. Кого еще что? С какими эмоциями и чувствами ассоциируется этот образ? И нравится или не нравится вам этот образ? Не нравится, 50 на 50, уже нет. Какие сейчас ощущения вы наблюдаете в своем теле, когда вы проговорили про этот образ? Юлия, Катя, Ольга, особенно те, кому не нравится, да? Смотрим. Такие ощущения. Тревога, легкость, спокойствие. Больше любите. Что бы вам хотелось сделать сейчас с этим образом? С этим образом, что бы вам хотелось сейчас сделать? Видите, тревога, да? Опять, то есть, видно, что образ и следующий поднимаются уже более-таки процессы. Пожалейте, помочь, согреться и не растаять. Увидите возможность открыть этот шар и его расстелить. И попробуйте глаза закрыть или с открытыми глазами, как вам будет комфортно провизуализировать, да, то, что происходит с этим образом. И взять лист, сейчас ручку, у кого есть, и нарисовать, у кого дискомфортно этот образ, да, ну и комфортно тоже. Можно нарисовать этот образ сейчас на листе бумаги. Можно нарисовать этот образ на листе, то, что вам пришло, и сделать с этим образом. Нарисуйте, потом я скажу дальше, что сделать. Остановиться. У кого поднялась тревога, возможно, еще какие-то не очень приятные ощущения, вы просто наблюдайте, будьте наблюдателем за этим образом, да, это образ, и дышите. Ну, не глубоко, да, вот прям, а вот просто ровно наблюдайте за дыханием, ровно и спокойно. Сейчас ничего страшного не происходит, это просто образ, и просто продолжайте осознавать, да, чувствовать свои ноги, руки, и нарисовать этот образ. Дайте вот кому-то волю образа, кому-то еще что-то. Чувство долга быть в этом образе, менять как-то тревожно. Здесь тоже можно идти дальше, да, про что это чувство долга, и почему тревожно. Ну, когда образ, вот знаете, метафору, с ней важно работать, и прийти к той метафоре, которая комфортна. Как правило, клиенты, например, на терапии, да, когда поднимается какой-то трудный образ, тяжелый, там, гвозди, иглы, там, пилы, там, камни, да, ну, такие тяжелые образы, то результатом будет, когда в итоге этот образ трансформируется, и клиент начинает ощущать, там, бабочки, цветочки, водопад, что-то приятное такое, солнечное, да, цвета другие. Это есть, ну, вот в работе с телесной метафорой, да, то есть наш, мы идем к этому. Поэтому сейчас нам с вами важно тоже этот образ, который появился, если у кого-то неприятный, до конца вебинара мы с вами поработаем, чтобы вы ощутили приятные такие ощущения, да, приятный образ и с этим вышли, а не с тем, что что-то не так. И сейчас, когда вы нарисовали, сделайте с этим листом бумаги то, что вам хочется. Если этот образ этот вам приятен, просто можете его разукрасить, отложить в сторону, и это будет вашим ресурсом. Если этот образ неприятен, порвите эту бумагу, выкиньте, зачеркните, разрисуйте, да, там, можете прям со звуком это сделать, и отпустите этот образ, да, то есть вот как-то чтобы легче стало через руки, да, через какую-то, возможно, вот, какой-то прям силу такую. И когда вы это сделаете, напишите, пожалуйста, в чате, что сейчас происходит, что у вас получилось. Что у вас сейчас получилось, что происходит. Напишите, пожалуйста, в чате, кто сделал. Что получилось с этим образом. Вот, Катя из разрухи дом построила. Как у кого что сейчас происходит, тоже поделитесь. Образ исчерпал себя, состояние нейтральное. Это как сосуд, в котором есть грязная вода, да, которую нужно почистить, эту воду вылить, вымыть сосуд. Вот нейтральное состояние. И потом уже наливать туда чистую воду, да. Мы, вот, очень много сейчас появилось психологов, которые, вот, про позитив, про радость, про счастье. Но невозможно, это не может появиться, да, это не может быть, если не проработать через, вот, боль, ну, которая, да, там была через воспоминания, через образы, через какие-то события. И потом, конечно, тогда можно уже размещать, ну, новые ощущения, новые чувства. Разные образы контактируют друг с другом, появляются новые возможности. Вижу, расставил старый образ и напоил росток березки. Хорошо, Мария. Из лозы сплела венок, плела в него цветы. Отличная, Ирина. Вижу, дорисовала картинку, состояние более радостное. Поднимается игривая и страстная энергия. Хорошо, Мария. Нарисовала дерево, хочется раскрасить, стала спокойной. Супер, Елена, у меня прям дышать легче стало. Мало времени, надо погрузиться. Да, Елена, поэтому мы вот как, ну, наблюдаем, да, глубоко, я вас попрошу, не идите. Надеюсь, на вашу тоже включенность такую, да, что мы сейчас не будем прорабатывать там травмы и так далее. Но заметить, да, для себя отметить, как там запрос или, возможно, ну, дальнейшую работу, да, это мы можем. Вот тоже прекрасная техника, которую вы вот просто можете брать и работать с клиентами. С лишним весом, с комплексами, после тоже каких-то ситуаций, да, вот со шрамами. Очень сильно работает тоже эта практика. Вот прямо возьмите эти вопросы, тоже можете задавать и с ними работать. Был огромный мешок с мусором, трансформировался в красивую стеклянную вазу, чувство легкости и радости. Спасибо огромное, что поделились. Хорошо. Колоды. Вот, смотрите, у нас первая такая вступительная часть про практики, да, переходит в следующую часть колоды. И как я это делаю, как я совмещаю. Напишите, пожалуйста, в чате, все ли хорошо, понравилось ли, есть ли вопросы, да, давайте вот сейчас обратную связь. Представьте, что мы сейчас в группе сделали несколько практик таких вступительных, познакомились. И поделитесь, пожалуйста, обратной связи, да, можете словами, можете плюсиком, можете от одного до десяти свое состояние. И мы пойдем дальше. С клиентов говорить. Вот пока что эти техники проговорить. Понравилось? Хорошо. Работаю с метафорами. Ольга, супер, очень хотелось бы с вами тоже пообщаться на эту тему. Здорово, интересно. Осознание, ощущение себя. Вот вы видите, да, что за 30 минут мы несколько посмотрели практик про глаголы, да, про образы, которые вот можно просто для себя, вы просто применяете. Даже вы с клиентом вместе, да, когда на консультации, сразу можно, сразу можно себя, да, ага, какой у меня сейчас образ, так, все, поменяли и пошли дальше. Потому что, да, символ драмы обожаю, тоже обучалась, супер, символ драмы как раз, да, тоже. И поехали в любимые, любимые карты. Ну, с детьми, конечно, там тоже есть техники. Там хорошо, когда лепить с пластилином образы, да, когда тоже они больше любят прорисовывать эти образы, лепить образы. Ну, я не детский терапевт, но вот видела, как применяется именно через что-то, что-то еще. Как здесь, да, я даю тоже. И нарисуйте образ. А в идеале краски, а в идеале гуашью, да, нарисовать. Вот то, что мы сейчас с вами сделали, вы свои образы увидели. В идеале это все с красками, там, может быть, с пластилином. Ну, это любая, любая арт-терапевтическая техника вы можете завершить. Кто знаком или кто работает с колодой ОХ, поставьте, пожалуйста, плюсик. И кто не работает, поставьте, пожалуйста, минусик. А с колодой ОХ. О, все у нас, все вообще, тогда не буду вам рассказывать теорию практически. А, есть минусы. Да, это такие у нас карты, карты со словами, да, карты со словами. Есть две колоды, 88 карт состоит каждая. Можно помещать в карту, да, можно помещать в карту, видите, слово, да, ждать. Можно помещать в эту карту любые другие колоды, любые другие колоды. Можно ресурсные, можно авторские, вот какие есть, да. И хорошо работать. Буду сегодня показывать, как работать с телом. Да, ну, в телесной практике совмещать тоже про тело и практики с картами. 7 744 различных комбинаций может сложиться в этих картах, как, ну, здесь есть и вторые тоже, да, картинки в этих колодах. И можно использовать еще другие, тогда еще будет у вас очень много комбинаций. Работа с бессознательным, эмоциональное расстройство, психосоматика, внутриличностные конфликты, межличностные отношения, поиск внутреннего ресурса. Все это, про все это работает колода О. Следующая колода, это кооп, преодоление. Я вам сейчас рассказываю своих любимых, с которыми я работаю, 5 колод, вот с ними делюсь. И техниками, которыми практики здесь есть, авторские, которыми поделюсь тоже. Кооп колода, это преодоление, да, то есть там тоже, там 88 тоже картинок, вот в принципе, как 88 там, так и здесь, да. И можно менять, можно эти картинки, кооп, работать со словами из колоды О. Здесь про, что здесь, про травмирующие переживания, про, в основном работают ПТСР, эмоциональное расстройство, психосоматика, страхи, фобии, поиск внутреннего конфликта. И вот одна из техник, которые я хочу поделиться, это при работе с клиентами, которые пришли за вопросом про лишний вес, да, и, ну, про неприятие. Мы просим клиента закрытую достать карты слова из колоды О и в закрытую достать карты картинки из колоды КОП по очереди, 1, 2, 3, 4, 5, после проговоренных клиентов вопросов. То есть, какая настоящая причина моего лишнего веса? Человек достает слово из колоды О, да, вот, например, отпускать, и слово из колоды КОП. Сейчас я вам сразу прям буду показывать наглядно. И слово из колоды КОП. Какова причина моего лишнего веса? И что мы здесь видим? Мы здесь видим про, мы здесь видим, опять же, метафору, да, это же метафорические карты. Вот, как я вижу лабиринт, отпускать лабиринт, да, какая настоящая причина моего лишнего веса, да, перестать искать, может быть, ну, как я сейчас, да, интерпретирую, какие-то различные варианты ходить по лабиринту, да, то есть и дальше может идти работа. Но если мы показываем, ну, клиент достает, и у каждого, сейчас я вам показываю, то это всегда совершенно разные, разные интерпретации, да, то есть кому сейчас покажем, то каждый покажет, каждый расскажет совершенно разную интерпретацию. Дальше, на что мне важно обратить внимание. Опять же, да, мы достаем, мы достаем то же слово, да, и достаем, достаем карту из колоды копы. Можно из ох, но мне очень нравится работать именно с ох. То есть на что важно обратить внимание, что может помешать нормализовать вес, что мне нужно для решения, что сделать и что из этого получится. Вот, видите, Евгения, интересно у вас вопрос, отпускать, чтобы заблудился, вот у вас это так, да, а может быть, у меня это наоборот, ну, или клиенты, да, отпускать, чтобы найти выход, да. Видите, как отпускать лабиринт мысли. А попробуйте, да, сейчас написать, у кого про что уже эта карта, отпускать и эта картинка. Попробуйте написать, да, свои ассоциации. И мы видим, что, конечно, у каждого человека здесь разные, разные будут ассоциации, с этим мы тоже работаем. И, конечно, визуально уже видно. После этого, что мы после этого делаем, что мы после этого делаем? Мы смотрим либо технику заземления, да, например, да, чтобы человек начал ощущать. Здесь же мы можем работать с дыханием. То есть здесь подключайте после этих всех техник, подключайте еще тело, да, после карт подключайте тело. Я вот уже без, ну как, я без этого не могу. Я работаю когда с картами, обязательно говорю. А теперь подвиньте к себе эту пару карт, да, смотрите ближе. И что вы сейчас ощущаете? И у человека может начинаться ощущение тревоги, да, дыхания. Может человек ощущать, наоборот, спокойствие, глядя на карту. Это потрясающе, когда не только на столе лежит эта карта, да, но вы приближаете и к человеку присоединяете и так далее, и так далее. Хороший вопрос. Мы вернемся к этому. Про заземление. Секундочку, я свет поправлю. Есть у нас. Вначале мы говорили. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, это, это правда, Юлия, это правда отдельный вебинар под ПТСР. Это, это точно. Ну, потом я обязательно сделаю и проведем. Заземление, не только способность человека твердо стоять на ногах, но и контакт с почвой, да, ощущение опоры, которое обеспечивает хорошую устойчивость и возможность двигаться. То есть центрирование, то, что мы говорили, заземление, границы, да, это то, что мы прорабатываем. В этом случае заземление есть хорошие олоуны техники. Мы с вами тоже их будем делать на следующих вебинарах. Когда, когда в процессе, да, человек, ну, когда он в картах, он на самом деле не ощущает свое тело. И здесь важно возвращать человека к его телу. Так, смотрите, сколько у нас ассоциаций. Перестать заморачиваться по пустякам, отпускать себя, чтобы найти выход, отпускать, чтобы искать выход. Так, 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 иногда предлагаю вдохнуть карту в себя, вот делится Оксана. Тоже вариант, да, подышите карты, тоже вдохнуть в себя. То есть это первая техника, которую вот хотелось с вами поделиться, да, что, и здесь человек уже видит, здесь человек уже видит, что происходит. И я еще иногда говорю, сделайте сейчас, что из этого получится. И, например, достает какую-то карту, что из этого получится. И достает, я сейчас просто вот на образ, да, что из этого получится. И в конце достает, например, вот такую вот тетечку, да, ну, для меня, как она такая, счастливая, веселая бабулечка. Да, то есть если поработать с телом, то будет такая счастливая, веселая бабулечка. И я говорю, а сейчас примерьте этот образ на себя, да. Ну вот попробуйте вжиться, как вы себя ощущаете, как вы чувствуете, встаньте, пройдите, да, попробуйте поощущать. И с карты мы этот образ переносим на тело, на ту карту, которая является ресурсной, которая человеку понравилась, подошла и которую он может ощутить. Понятно ли это? То есть образ с карты на тело, когда есть комфорт, и дальше мы поработали с телесными. Вот, такой вот у меня расклад был, то есть, вот, а для вас, Катя, это старая грустная бабушка, да, для меня такая вот корзина у нее, там какие-то яблоки, ну такая вот довольно-таки другая. Видите, насколько разные ассоциации. Вот такой у меня был расклад, который я сфотографировала, какая настоящая причина моего веса, да, давать, и женщина такая на стуле, на что мне важно обратить внимание, любить и открытая дверь, да, что может мне помешать нормализовать вес, знаток, да, и такая карта, что мне нужно для решения, что сделать, недоумение, да, и там солнце, ну и там свои ассоциации, и что из этого получится, голый и бабочка из яйца. Да, вот представляете, насколько, ну насколько получилась такая вот, такая сессия, практика, да, глубокая и интересная благодаря вот метафорическим картам и работе с телом. И вот здесь вот вы можете сказать, вот когда, что из этого получится, если образ отзывается, да, то бабочка, и попробуйте здесь сказать клиенту, ну не попробуйте, а можно сказать, а теперь этот образ примерьте его на себя, да, этот образ бабочки из вылупившегося яйца. Вот, если недоволен человек, да, ну то есть говорит, нет, вообще не мое, не хочу, мы тогда еще дальше задаем там, ну, дополнительные вопросы. Понятно, да, как эти колоды можно совмещать, как с ними работать. Вот, прекрасно работает. Персона, следующая тоже колода, очень ее люблю и люблю и сами образы, и люблю очень эти вот карты взаимодействия, да, там и про энергию, может быть, и про отношения, здесь очень много они показывают на самом деле. Что здесь, метафора портретов позволяет работать со следующими запросами, это, опять же, взаимоотношения, субличности, ролевые диспозиции, эмоциональное расстройство, психосатоматика и вот сама вот, как бы, терапия, да, именно телесно-ориентированная тоже. Так, сколько времени уходит у вас на одну сессию с картами? Я работаю 60-90 минут. Вот, если это телесные, с телесными практиками глубокими, потом на расслабление мы там делаем в завершении или наоборот на активацию, то 90 минут, если там личная, да, сессия, человек приходит, работает, по скайпу, ну, 60-75, час-час 15, вот, где-то так. Ну, это в целом сессия, да, там может быть одна техника с картами, может быть две техники с картами, может быть вообще одна карта, и мы работаем всю сессию. Персионита тоже сюда добавляют. Я очень люблю эту колоду, и здесь хорошо работать. Техника называется образ я и образ моего тела. То есть иногда образ я и образ моего тела, они, как бы, люди представляют их по-разному, ну, ну, и мы тоже. Вот, мы берем колоду персона. И сейчас я вам покажу тоже, да, как здесь, как здесь работать. То есть психолог, ведущий, да, говорит, достаньте в закрытую образ я, образ себя и образ своего тела. То есть, например, вот из крайних случаев, да, это работа со шрамом, да, то есть непринятие шрама, вот, на ноге, и, ну, как бы, комплексы по этому поводу, большие закрытые одежды и так далее. То есть, ну, и неприятие, собственно, тела, и оттуда уже тоже идет много конфликтов и много, ну, такой тревоги по этому поводу, переживания. Вот, и я предложила тоже достать образ я, да, образ я человек достает. И вторая карта образ тела. Вот, то есть, первая образ я, например, да, может быть такая карта, и вторая образ тела, как вариант шикарные женщины или не женщины, но образы. Вот, и мы дальше задаем вопрос, что нравится и что не нравится в этом образе. Вначале к образу я, да, вначале, простите, к образу я. Какие эмоции вызывает этот образ? Какие мысли, состояния, чувства есть у этого образа? Здесь тоже спрашиваем. Какие, что отражается или отзывается у вас в этом образе? И теперь из этого вопросы ко второй картинке. А что здесь, да, что нравится, что не нравится? Какие эмоции, ощущения отзываются? Да, это выбранный угад интуитивно. Нет, нет, мы, если выходят отрицательные образы, эмоции при примерке карты на себя, то нужно ли сразу выбрать? Нет, ну, мы, нам нужно проработать вначале карту ресурс, потом. Потом, вначале, ну, вначале работаем с отрицательными. Страх, тревога, да, например, и так далее. И дальше мы эти образы совмещаем и спрашиваем, знают ли эти образы друг друга, да, даже можно их так друг напротив друга поставить, рядышком, что их связывает, что они думают, чувствуют и ощущают друг к другу. И после этого, после этого мы предлагаем еще достать карту схему, да, когда человек нам ответил, мы предлагаем достать еще карту схему. И вот он достает. И мы предлагаем ее положить так, как удобно, так, как он ощущает. Он может внизу между ними, вот. И дальше поработать, да, что происходит, ну, про что это для вас, да, насколько эти образы, ну, расскажите про них и почему, ну, и почему именно так вы положили эту схему, карту, да. Ну, здесь говорят, вот, там, энергия уходит или приходит, или этот тому отдает или берет и так далее, и так далее. Карту схему тоже в закрытую. Вот тоже в закрытую. Вот здесь и есть. У меня клиент уже, мы работали с картами после, ну, реанимации, после операции. Очень тяжелый. Достал образы и схем, ну, и карту, карту себя и образ, ну, как по мне, ну, это мои ассоциации, ну, очень так переживательные, ну, такие, да, тяжелые. Вот, и когда я сказала, хотел ли бы ты поменять, ну, после этого мы даем, после этого мы даем возможность. Хотели ли бы вы поменять свой образ и свое тело, образ? И кто-то говорит, да, хотел бы две поменять, кто-то говорит, одну поменять, кто-то говорит, не хотел бы. И мой клиент, он сказал, нет, я не хотел бы. Ну, то есть ему важно это прожить, да, пережить, еще прочувствовать, еще в этом побыть, понять, почему с ним это произошло, да, и ощутить, он еще был не готов менять, да, что-то. Я говорю, ну, может быть, карту схемы. Он говорит, нет, меня все устраивает, вот мне нужно, я понял, я увидел, вот что со мной происходит, какой я, и мне нужно с этим побыть. Вот, и после этого уже дальше, ну, там, ну, как мы работаем, опять же, на работу с телом, посмотрим. Похоже на эзотерическую игру. Вот, но на самом деле это же только вызывают, да, вызывают, ну, образы. Здесь нет правильных, неправильных ответов, да, это то, что есть в нас, то, что мы интерпретируем, когда им. Вот мои образы, обратите внимание, я была, когда я делала эту технику, это было год назад, мой образ тела, вот он слева, этот мальчик, ой, мой образ я, мальчик, и образ тела вот такой вот был. Я вначале сопротивлялась, да, но потом я поняла, что я вешу 86 килограмм, у меня вторая стадия ожирения, и так дело не пойдет. И когда я достала карту схему, я поняла, что да, это про меня, что я очень много растрачиваю, что я много очень, ну, как-то вот неправильно, ну, как-то что-то делаю. Я положила это, эти карты, ну, для себя, да, я сама поработала таким образом, и дальше я захотела поменять и образ я, и образ своего тела. И посмотрите сейчас на меня. Вот, прошло, это было в том году, в августе, по-моему, или в июле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok